Здравствуйте! Вы смотрите Вопрос дня. Меня зовут Наталья Данина. Поговорим мы сегодня вновь на самую важную тему, которая интересует, пожалуй, большую часть наших телезрителей. О вакцинации. Гость в студии сегодня Ольга Середина, врач-эпидемиолог Абаканской межрайонной клинической больницы. Ольга Васильевна, здравствуйте. 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 Ольга Васильевна, тема избитая. Казалось бы, рассказали уже все, но, тем не менее, буду задавать вопросы, на которые вы уже неоднократно отвечали. Но повторение мать учения, тем более в такой сложной ситуации. Согласны? Ну да, конечно. Да, вот, Ольга Васильевна, скажите, пожалуйста, предлагаю начать с фактов, которые сегодня всем знакомы. И, тем не менее, кому показана прививка от коронавируса? Кто может ее ставить? Прививка показана всем взрослым людям, начиная от 18 лет и заканчивая... Ну, уже совсем взрослым возрастом. Да, пожилыми людьми. Единственное, у вакцины Кови-Вак есть ограничение по возрасту 60 лет. На данный момент, возможно, что-то изменится. Но вот сегодня только до 60 лет ее ставят. Вот еще такой вопрос, он очень часто звучит от наших телезрителей. Когда есть какое-то хроническое заболевание, оно не в острой стадии, да, не в стадии воспаления или еще какого-то момента. И переживают люди, мол, станет мне еще хуже, потому что это тяжело для организма. Сейчас мы нашу иммунную систему нарушим этой вакцинацией. Как вы к этому относитесь? Вот людям с хроническими заболеваниями она еще больше показана, потому что заболевание настолько коварное, что оно усугубит... Любое заболевание. То есть не нужно думать, что это только легкие страдают, да? Правильно? Конечно, да. То есть и состояние усугубляется у людей с хроническими заболеваниями намного быстрее, и они уходят в более тяжелое состояние тоже намного быстрее. Поэтому, наоборот, нужно как бы прививаться. Более ответственно к этому моменту относиться. Есть еще такой миф, да? Ну вот к нам тоже обращаются с такими вопросами. Я боюсь, что я заболею коронавирусом после вакцинации, а меня заставляют ставить прививку на работе. Ну вот заставляют, рекомендуют. Это сейчас категоричный более характер приобрело. Скажите, пожалуйста, можно коронавирусом после вакцинации заболеть? Однозначно нет. То есть от прививки нельзя? Здесь мы об этом говорим. Да. Заболеть можно от больного человека. Это нужно помнить. Это воздушно-капельное заболевание. Поэтому мы заболеваем только от больного человека, то есть когда есть источник. В вакцине живого вируса нет. Но в то же время, скажите, пожалуйста, вот привившись, есть стопроцентная гарантия того, что мы не заболеем коронавирусом никогда и ни в какой стадии, ни в легкой? Однозначно нет. Однозначно нет? То есть мы можем заболеть? Человек может заболеть, но он принесет заболевание в более легкой форме для себя, именно для себя. То есть это не факт того, что вы поставите прививку и там принесете как просто простуду какую-то. Возможно, развитие пневмонии даже после вакцинации. Но поражение легких или поражение других органов будет намного меньше, и заболевание будет проходить в более короткие сроки и в более легкой форме именно для каждого человека индивидуально. Ольга Васильевна, а как же тогда, вот смотрите, я видела неоднократно в соцсетях, в обращениях и в наших группах, да, и вот в обращениях в Минздрав, например, там, то тут же говорят, люди рассказывают о том, что после вакцинации заболели и болеют тяжело. Почему так происходит? Не прошел тот период необходимый? Ну да, во-первых, не прошел период выработки антител. Поэтому прививка разделена в два этапа, и у нее есть определенное время, да, то есть либо две недели, либо три недели. Это нужно для того, чтобы выработался иммунитет. И если даже вы поставили две прививки, не нужно расслабиться и пренебрегать всеми правилами профилактики, да, то есть от ношения масок, мытье рук и так далее, ну, просто потому, что вы привились. Есть очень много случаев, когда человек поставил одну прививку, проконтактировал где-то с больным, и в этот период времени между первой и второй прививкой заболел. Вот он как болеть будет? Тяжелее? Тяжелее люди, опять же, вот я говорю, каждого индивидуально. Но, ну, насколько я знаю, и вот сколько знаю людей, даже близких мне, они болеют намного проще, то есть в более легких формах. Но, опять же, это все зависит от состояния человека на момент заболевания. То есть если вы были полностью здоровы, естественно, вы перенесете его легче. Если у вас какие-то еще были предпосылки для этого, ну, да, конечно, вы будете болеть. Ну, этот вирус настолько коварен, что мы сейчас не можем на 100% прогнозировать развитие ситуации, даже в условиях вакцинации. Да, даже в условиях вакцинации, даже в условиях стационара, когда мы наблюдаем пациентов. Поэтому сейчас вот мы всех призываем, да, вакцинироваться, носить маски, не посещать массовые скопления людей и так далее. Потому что, ну, ситуация действительно серьезная. Я бы очень хотела на этом застрить внимание. Берегите себя. Есть возможность защитить себя, да? Ну, и вот сейчас очень много информации о том, что начали болеть совсем молодые люди. Вы же непосредственно в больнице работаете. Я же права, Ольга Васильевна, да? Потому что мы с вами мало знакомы. Я уж извинюсь перед телезрителем за эти подробности. Тем не менее, расскажите вот ваши собственные впечатления. Вот сколько молодых болеет, насколько тяжело болеют молодые. Люди в возрасте болеют тяжелее или нет для вируса разницы? На сегодняшний день разницы нет. Если осенью, когда была массовая заболеваемость, да, мы называем вторая волна. Вторая была, да. Болели в основном, и на стационарном лечении находились люди в основном возрастом 50-70 лет, то на сегодняшний день болезнь помолодела, как мы говорим. И болеют люди от 20 лет и старше. Начали болеть дети. То есть если изначально они были просто переносчиками, носителями этого вируса, то сейчас они также с высокой температурой, может развиваться пневмония и так далее. Поэтому сейчас мы все в зоне риска. Каждый человек, ну, можно сказать, потенциально опасен. Потому что заболевание развивается настолько молниеносно. То есть если раньше инкубационный период заболевания был 10-14 дней, и вот от этого считалось время, когда люди находились на карантине, да, то сейчас это буквально 3-5 дней после контакта человек заболевает и очень быстро уходят потом в стадию средне-тяжелой болезни, да. И пациенты находятся на стационаре достаточно долгое время, не так, как раньше было. Ну, то есть поэтому нужно быть вот... Восстанавливается тяжелее организм, да? Восстанавливается тяжелее, да, поражение происходит просто молниеносно. Поэтому это очень, ну, вот... Сегодняшний день это страшно, опасно. Необходимо это осознавать, вот важность. А еще, знаете, ну вот мы, коль сегодня говорим все про вакцинацию, да, я посмотрела все обращения, которые есть и в соцсетях, и к нам в редакцию люди звонят. И советуются даже по-человечески, и мы всегда отвечаем. Спасибо тем, кто к нам обращается, дорогие друзья, звоните, мы ответим. Но вот сегодня вот такой вопрос. Почему люди по-разному переносят вакцинацию? Почему у кого-то, у кого даже есть хронические заболевания, да, например, переносят вакцину намного легче? Нет ли какого-то здесь подвоха? А кто-то совершенно здоров, да, и с температурой 40 лежит несколько дней? Приведу пример. Сейчас у нас вот вакцинация приходит однодозовая вакцина сама, а раньше приходило пятидозовая. То есть из одного, из одного ампула, и пяти людям поставят прививку, да? То есть это одна ампула, там одна вакцина. И каждый из этих пяти людей принесет это по-разному. Это зависит от организма человека, от его иммунитета. Есть такая внегласная статистика, что да, пожилые люди переносят намного легче, а вот молодые в основном, и они пугаются из-за этого, вот много происходит вот этого, я поставил, я там, мне было очень плохо, я чуть не умер, еще говорят и так далее. Значит, ваш иммунный ответ очень сильный. Значит, сформируются антитела больше. Да, да, сформируются хорошие титры антител, высокие. И значит, что в дальнейшем это заболевание будет у вас, если вы даже заболеете, будет протекать намного. То есть организм, когда вирус попадет, он будет готов к встрече намного быстрее, нежели бы, если бы у вас не было вакцинации. То есть антитела уже знают, как выглядит этот вирус, и они к нему, грубо говоря, быстрее начнут с ним бороться. Ну вот скажите, пожалуйста, многие сейчас делают ставку на то, что уже перенесли коронавирус, да, и высокий титр антител в организме, и поэтому от вакцинации можно отказаться. Как доктор, вот что вы можете в этой ситуации посоветовать? Как практикующий доктор сегодня на это делать акцент, потому что это очень важно. Вы знаете, мы живем с этим вирусом не так давно. Сказать, что антител хватит, например, на какой-то период времени мы не можем, потому что я знаю немало людей, у которых, например, полгода держится высокий титр антител, и потом он в один день исчезает. Ну, то есть просто, например, был высокий, и потом стал ноль. Поэтому и плюс... А вакцина гарантирована, да? Вакцина гарантирована, да, да. Ну вот полгода сейчас взяли этот период на данный момент, плюс это большое количество тест-систем. И выявить определенный титр, который будет вас защищать, и сказать, например, вот если у вас там показатель 15, то ваш титр высокий нельзя, потому что сейчас есть тест-системы в разных лабораториях, это и 600, и 800, и так далее. Как его интерпретировать на сегодняшний день, научных доказательств нет. Поэтому рекомендовано ставить именно прививку для того, чтобы сформировался немножко другой иммунитет, ну, так все глубоко не будем, другой немножко иммунитет для того, чтобы защитить человека. Ольга Васильевна, а можно личный вопрос? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вы сами вакцинировались? Да, конечно. Вы же, доктор, вы же понимаете всю меру ответственности, да? Вот как многие говорят сегодня, что не проверена до конца вакцина, мол, есть опасность для организма. Но я думаю, что вот поступки врача, они в первую очередь должны в примерные вот попадать, образцом быть. Как вы перенесли, и вот как вы, например, рекомендуете ли своей семье опять-таки? Моя семья привита, то есть мама, я. Ну, ребенок еще не привит, потому что вакцины для него нет. Нет. Я перенесла очень легко. Мои коллеги некоторые действительно болели, действительно там с температурой. Но эта температура на первые-вторые сутки уже проходит, и поэтому они возвращаются к работе. Но знаете, есть еще такая фраза. Однажды я услышала, люди, которые болели, и когда еще не было вакцинации, и они говорят, вот если бы на тот момент была вакцина, я бы лучше 10 вакцин поставил себе в прививок, чем один раз переболел. Эти 10 дней перенес, да? Да, потому что, они говорят, я бы хоть что сделала, лишь бы не заболеть. Ну что ж, я надеюсь, сегодня телезрители услышали все наши советы и ответы. Скажите, пожалуйста, какую-то важную информацию мы сегодня, может быть, не обсудили, может быть, я какой-то важный вопрос не задала вам, Ольга Васильевна, или у вас есть тема для обращения, просьбы к нашим телезрителям по этой теме, которую сегодня обсуждаем. По поводу вакцинации, я призываю всех вакцинироваться. На сегодняшний день мы собрали все свои силы, насколько это было возможно, для того, чтобы оказать всем своевременную массовую вакцинацию, для того, чтобы провести. Есть несколько видов бригад, которые работают, то есть есть бригады, которые выезжают в трудовые коллективы, есть бригады, которые выезжают на дом к маломобильным, то есть это пожилые люди, которые сами не могут прийти. Можно оставить заявку, к этим людям приедет бригада, их вакцинируют, то есть со всеми пакетом документов и так далее. Ну и еще большая просьба, конечно, может не провакцинация, но все-таки берегите себя, оставайтесь по возможности дома, старайтесь не посещать места массового скопления людей, носите маски, особенно в магазинах, торговых центрах и так далее. На сегодняшний день это так упрощено, так скажем, но мы, конечно, будем стараться спасать всех, но наши силы, к сожалению, не бесконечны. И как многие рассказывают доктора, и везде звучит в статистике, в отчетах, что те, кто заболел, они, как правило, признаются в том, что да, они пренебрегали некоторыми мерами защиты. Казалось бы, совсем вот эта вот тоненькая маленькая маска, она может на самом деле спасти жизнь, верно? Да, конечно. Ольга Васильевна, сегодня вам большое спасибо за то, что вы понятно, доступно об этом рассказали в своем сложном графике, опять-таки нашли время и пообщались с нашими телезрителями. Крепкого вам здоровья и спасибо за вашу работу. Всего доброго. Спасибо вам, всего хорошего. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин